Футбольный клуб «Динамо Минск» представляет Чемпиону СССР по футболу 1982 года Капитану Минского «Динамо» посвящается Юрий Пудышев, капитан навсегда Юрий Пудышев родился 3 апреля 1954 года Игровую карьеру начал в 1973 году в московском «Динамо» Затем в его жизни было много «Динамо» Ставрополь, Барнаул, Самарканд, Якутск, Брест 9 лет отыграл в Минском «Динамо», в составе которого стал чемпионом СССР В 56 лет установил абсолютный рекорд высшей лиги Белоруссии Тренерскую карьеру Пудышев начал в 1992 году в Якутске Чуть позже уступив место молодому Юрию Пунтусу Далее оба тренера шли по тренерской лестнице бок о бок Батте, МТЗ «Репо», «Динамо» Брест, сборные Белоруссии Юрий Пудышев до последних дней мечтал вновь выйти на поле 28 августа 2021 года его сердце перестало биться Каким был Юрий Алексеевич? Юрий Алексеевич, понимаете, он играл в футбол честно Он играл в честный футбол Ну, я бы сказал так, рубаха парень Он сразу вспоминается, я говорю, позитивный, позитивный такой человек Честный парень Он был и футболистом хорошим, и помощником тренера хорошим Наверное, одним словом, вот эта легенда для белорусского футбола Ну, для меня, наверное, порядочность Веселый и счастливый Для меня Юрий Алексеевич был всегда легким, прежде всего, человеком Человечище, с большой буквы Ну и балагур, можно так Комфортный человек, комфортный в жизни, комфортный и удобный на футбольном поле Мотор команды, дирижер команды Это дар Божий, и он его отдал все до конца Таким запомнили Юрия Пудышева люди, которые его хорошо знали Его уважали футболисты разных поколений Любили болельщики со стажем Знали те, кто маломальски интересовался белорусским футболом 28 августа не стало Юрия Пудышева Наш фильм расскажет об этом уникальном человеке и ярком футболисте Возможно, такого Юрия Алексеевича знали только самые близкие Наш фильм – это откровения и добрые воспоминания о капитане чемпионского «Динамо» Чтобы помнили И вот такая вот нарочитая шаловливость такая, может быть Где-то такая ирония, где-то такая вот недосказанность Где-то такой полунамек Кстати, в футболе тоже отличало его Мне казалось, это была, может быть, даже маска Он душевал все-таки тонкий, умный человек И, может быть, он вот такой маской закрылся Все его воспринимали как вот такой, не казалось, ну, такое, даже слово такое Вот я бы ему... Карнавальный такой человек Как он, вот он играл, вот на поле, вот для него был это карнавал Вот все его шутки, все это была защитная маска его Он был умнейший парень в этом, и в футболе, и в жизни Ему не нужно было говорить Все видели, как я вел себя, когда здесь вот руководил командой Я мог через пять минут убрать кого-нибудь, если он не выполняет тебя Раз-два я ему сказал, что он, ты так, передерживает мяч или что-то такое И он будет сидеть, понимаешь, в чем дело? Он тут же подходил к нему, не надо ему было ничего говорить Он настолько умный, и дорожил дружбой Он всем этим ребятишкам подсказывал, почему они его и любили Он ходил в себя, когда он снимал эту маску свою Он был, мне кажется, совсем другим, более таким тонким, умным человеком И все это, вот то, что мы иногда видим, было такое напускное, мне так кажется Фудик в принципе был, да, такой образованный и начитанный Я еще раз возвращаюсь к тому, что вот кажется, что он такой Висичак Только и думал об этом На самом деле он был глубоко такой образованный человек Много читал он тоже, просто этого никто не видел Очень хорошо играл в шахматы Очень хорошо играл в шахматы Наверное, один из лучших у нас в команде Они даже были, когда турниры по шахматам То обычно он, Арзамасов, Малафиев Так туда всегда в финалу пробирались Очень был веселый, но в то же время Глубокий в плане сопереживаний и эмпатии некой К людям, к тем, кто его окружает Он был очень дивый, ну рубаха парень Рубаха, но рубаха-то какая Какая теплая, какая добрая, какая бескорыстная Какая просто, я даже не могу сказать Это божественный рубах И ему это ничего не составляло Я уверен в этом отношении Он настолько искренне все это делал Не заботясь даже о себе Вот он безумно любил футбол и все, что с ним связано Этот человек действительно легкий Он жил именно сегодняшним днем Никогда не думал о завтрашнем И со стороны, когда все стремились Что-то накопить, смотреть в будущее Этот человек просто радовался каждому дню Вот, как ребенок Пришло руководство Ну, все, естественно, просили что-то То машину, то квартиру, то дубленку, то шапку Ему никогда ничего не надо было Он говорит, у меня все есть Хотя он жил в однокомнатной квартире И уже было двое детей У него спросили, говорю, Алексей Ильич, может вам на расширение как-нибудь? Он говорит, у меня все устраивает Однокомнатная квартира, на танковое все Благодаря вот жене Светлане Она собрала все документы и получили квартиру Я, например, знаю, что он Когда еще был в России, в Якутии там был У него пенсия сначала была российская А потом он перешел сюда, в Беларусь А он эту вот ту пенсию, которая здесь Как говорят, он, видимо, и в БТ, там где-то он работал А свою пенсию отдал другу, которому тяжело было И тот пенсию получал Не было никаких мероприятийных дел Сколько коммунат отдал же Всегда шел навстречу У кого какие просьбы И как-то смотрел Очень просто на все жизненные моменты И когда говорят о нем Иногда там где-то он чего-то видели его Выпивал или каким-то другим делом занимался Или каким-то другим делом Я всегда ловлю себя на мысли А вот недавно я в духовной литературе прочитал Державенские слова Они меня потрясли Они говорят о том, что от запада и до востока От гор, пустыни и морей Нет человека без порока Без слабости и без страстей Ему он никогда не жалел То есть по нему было видно То есть в том плане, что он всегда был Что надо, он мог последнее отдать Члене рубашку Но опять же, это мое сложилось мнение То, что когда с ним сообщение Вот его доброта Его широкая душа Я говорю так Вот дайте Алексеевичу миллион Сегодня Вот скажи Вот на, что хочешь делать Завтра у него его не будет В ресторанах Любил тоже и чаевые оставлять И музыкантам деньги давал То есть он, скажем так, не считал их Любил всегда заказывать музыку За Минское Динамо 82-го года За чемпионство И когда не стало Юры Курненина Витя Янушевского Там Александра Прокопенко Ну, тоже для них всегда помнил И всегда заказывал музыку Что-то покупая в магазине Не было такого Ну, может, я не видел Может, вот У него какая привычка Значит, ему надо купить шоколадку Якобы И вот оплатив за все содержимое Что он взял Эту шоколадку отдать продавщице Прийти в ресторан Вежливо подать свое пальто Бабушке или дедушке Который гардеробщик Вот Опять же отблагодарить его Когда в Динамо вот играл Легенды ходили, что он от юбилейки Мого до дому А это не Мига За 100 рублей ехать Где 30 копеек набивало Внимание к тому же Таксисту Которому он переплатит Обязательно 5 рублей К официантке Продавщице К любому человеку Который будет просить Он обязательно Деньги Отдаст Или что у него там будет Вот Вот это Как бы я думаю Это то Что было внутри Пудышева Вне футбола Если перефразировать Эту песню Макаревича Он по жизни Шел смеясь Сергей Олейников Батюшка Александр Прокопенко Джигит Игорь Гуринович Троекуров Юрий Курненин Курнилка Такие меткие прозвища Давал Юрий Пудышев Благодаря его чувству юмора Многие люди получили прозвища Которые закрепились на всю жизнь О некоторых из них И о том Как они рождались Узнаем прямо сейчас Ребята его именно любили Он всем кликухи Такие давал Хорошие Что просто Я вам хочу сказать Как обижаться Когда он в этом Понимаешь Ну прекрасно Как будто в точку Там что-то Он в человеке Видел какую-то Черту характера Или черту поведения Да Или Не дай бог Кто-то где-то Чего-то Какой-то фильм посмотрел И сказал что-то И пару раз повторил Какой-то Да И он сразу Оп Так Только он мог объяснить Почему он так Кого-то Называл Единственное Может в команде Кто не получил кличку Это я Потому что он ко мне Или Сержик Или Серый Но так И не Придумал Жори Кондратьеву Допустим Он раз Показали там Фильм про Челентана Он говорит Ох Похож на Челентана Все Кличка Челентана В 18 лет У меня Я играл За юношку За юношеские сборные А период там был у нас Года два Мы всех обыграли У меня Были помимо Какой-то зарплаты В Динамо У меня еще Премиальные были От сборной Союза Ну и получилось так Что в 18 лет У меня уже появилась Машина Копейка И Пудик Мне дает Кличку Трикоров Ну типа Что состоятельно А был еще Басько Такой Игорь А ему дал Дубровский Типа Это из одной Там пьесы Или там Помещики были Соседи Трикоров и Дубровский Была такая еще История Играли В Шотландии На тракторе Вроде бы Он что-то мне говорит Если не забьешь гол Будешь Ломоносов Я говорю Алексей Чего Ломоносов Он говорит Тоже Михаил Васильевич Ну хорошо Играем первый тайм Пошел такой дождь Говорит Просто Ну и все И отменили игру Там на час вроде бы Ну все Ломоносов буду Правда потом Продолжили игру Забил гол Он говорит Все будешь Платини теперь Я говорю А что Платини Ну Мишель Мишель Платини Ну сколько я помню У меня три Прозвище было Это Неформал Потом Беля И Бундес Только набирал обороты Вот А Беля Это Более-менее Так похож был По игре По стилистике На Валика Белькевича Хотя на мой взгляд Мы немножко были Все равно разные Но он любил Это дело Всегда так С юмора Мне кажется В футбольном Сообществе Белорусском Нету человека Которому Он не дал бы клич У всех она Была Как-то с супругой В 98-м Году Поехали на автобусе Во Францию Супруга моя Первый раз Была во Франции Я тоже Наверное Первый раз И уже Прошел отпуск Мы собрались Он говорит Федик А где ты отдыхал? Я говорю Во Франции Ооо Федик Француз Символ Символ Ну а что такое Символ Чего я Символ Плохо Хорошо Вот Даже не знаю Вот В интерпретации Почему Он меня так Назвал Или дал Такую Кличку Она Вот она То Не Ну не Распространенная Народ Это может Первый раз И услышит Она вот Как-то Была Больше В нашем Кругу Вообще Не со мной Он меня Называл Профессором Он мог тебе Дать По какому-то Твоей фразе Не продуманной Кличку Дать Он мог тебе Тут же Поэтому Надо всегда Очень Очень внимательно С ним общаться Но он Не по злому Слово Что-то Придумал Просто У него Устроен Он так Был Его мозг И его психика Вот он Ну известно Что он Давал Клички Эти Всем И без И без Всякого стеснения Кстати Он меня почему-то Называл Он как-то По-разному Голос народа Какая-то У него была Такая Потом Меня называл Часто Поэт Поэт Я где-то Говорю Юрочка Ну как Немножко Нехорошо Он там И Этька Меня Звал И все Остальное Константина Ивановича Бетского Костя Я не знаю Какое Может быть Они тоже И мне Давали Тоже Какую-то Всем Клички давал Только он Но он Как-то Сопоставлял Допустим Я Допустим Любил снимать Рубашку Галстук Вместе Он придумал Что вот Оливер Это уже Первая кличка Которую он мне дал Говорит Снимает Полностью Там Тройку свою Значит Пиджак Рубашку Галстук Ложит И потом Так же Одевает Все вместе Так Надо ему Придумать Кличку Абстравагантный Неповторимый Ну так же И ко всем Начал Ну может так Не скромно Говорить Но начал Называть Он благороднейший Потому что Часто ему Помогал Так и Людям Потом он Уже был Постарше Уже у меня Пошла кличка Леха Я говорю А что Леха там А не Скорнела Не прошло Не прошло И суток А мы Допустим Игра Выходной И тренировка На следующий день Любили Не прошло И суток А он опять Такой же Лехи Поэтому Леха А так Он многим Клички давал И Том Джонс Курбака Почему Потому что Был похож на Певца Ее тогда Баки носили Соотносительно Времени Которое Было Двигалось Он давал Клички Никто На него Не обижался А что Обижаться В принципе Он Если и шутил И под колод Хотел Но делал так Что добродушно И никто Не обижался Чувство юмора Дано не каждому У Юрия Алексеевича Оно было уникальным Что проявилось Не только В прозвищах Друзьям Но и в умении Рассказать историю Так Как никто другой Слушая его Очередную байку Никто не мог понять Чего там больше Правды Или вымысла А впрочем Это не имело Никакого значения Все с удовольствием Слушали его историю А некоторые уже И в десятый раз Но каждый раз Юрий Алексеевич Добавлял Что-то новое Это еще один Талант Юрия Пудышева Который Как теперь Мы понимаем Помогал команде Раскрепоститься И проходить Тяжелые отрезки С улыбкой Вы знаете Заметую общагу Но Не понеслась Приезжаю туда Там Лютик лежит На этой панцирной сетке На гитаре играет Пробует Ленис и щелкает По-моему Не бам-бам Он по-русски Я говорю Ну что там Учить русскому языку Он конечно Вот отличался Именно умением Заинтриговать Какую-то историю Он так это Он с таким Каким-то вкусным Ароматом Вот рассказывал Он как-то вот Я говорю Объяснить это Даже не очень просто Потому что Это надо было Ощущать и чувствовать Вот У него какой-то был И речь И слог такой И вроде Не серьезный Такой Вроде ироничный Вроде такие Но все на полутонах Как-то Все на какой-то На какой-то Нарочитой Такой Какой-то шаловливости Такой Это было Начало 80-х Там известные события Были в Афганистане Мы готовимся К матчу Ну и Такой случай Саша Прокопенко Его как бы Отсутствовал Три дня И все как бы В таком недоумении Где Прокоп Где Прокоп Ну и Команда собрала Зали Шутит Предстоящий трениров Тут открывается дверь Заходит Прокоп Гробовая тишина Прокоп виноват Плечи опустившись Проходит по залу И все смотрят на Прокопа И раздается голос Пудышева Прокоп Ты что в Афганистане был? Славка Глеб Он Такой был В общем-то Все время Пользовался Чужой шампунью Ну Лень было принести Это я уже Причину не знаю Вот Ребята это заметили И шуточно Как бы Думали Давай мы Его обыграем Разыграем И Все бутылочки Шампунь из душа Убрали Поставили Одну такую Нарядную Эту самую Опять Из шампуня Емкость И налили туда Фэри Слава Резко Бойко Увидев Одну баночку Даже не задумываясь И раз И сюда наливает И вот тут Они уже Выскакивают Все что могли Поместиться В эту душевую Начали аплодировать Смеяться Вот Вот это самое И потом Конечно Я уверен Что еще раз Что это было Алексеевич Их надоумил И подсказал Вот на На такой шаг У нас был Оператор Вечером на даче И там Показывали фильм Все время Привозили Алексеевич Такой оператор был И вот значит Он Как только Фильм плохой Привезет Он естественно Что Старался Такой похуже Чтобы мы Никто не смотрели Он покушал И домой Сразу Побыстрее уехать Ну и значит Вот как только Привезет Плохой фильм Алексеевич Говорит Сейчас мы ему Устроим До утра Говорит Будет машину Здесь Крутить Ну и чем Выхлопнуть трубу Тряпкой там Заткнет Или что Ну то Приходит Ключ Зажигание Не заводится А мы уже там Вся команда Обступит Алексеевич Может там Свечи Может там Что-то такое Начинаем ему Подсказывать Он там Полмашины Уже разберет Все Да Говорит Все нормально Все вроде бы В норме Ну давай Попробуй И вот он там До часу Крутит Мотор этот Все никак Потом уже Алексеевич Мы говорим Алексеевич Ну давай же Пусть человек едет Домой Отдыхает Подойдет Эту тряпку С трубы Ухлотной Достанет Алексеевич Ну попробуй Завести Раз Пол оборот Говорит Что там было Говорит Не могу понять Мы в деталь Прилетели И там Ну Пудик Он такой Легкий был Легкий Мы шли Уже на выход И стоял Чернокожий Там Носечку У него был Колпак Он у него Снимает Колпак Одевает Мне Говорит Пойдем Сфотографируйся Вообще Пудик любил Что касается Футбола Чтобы все Комфортно Было Очень любил Мы ездили Мало Конечно Он очень любил Эти выезды У него была Любимая поговорка Это Кока-кола Европа Трехтысячная Толпа была Народа пришло Много на вокзал Бабулька Какая-то Боходила Из поезда Кто-то Зарал Про комнату Ну Эту бабульку Если честно Таскали На часа Три По этому По кругу Она и крестилась Бедной Она и делала Что угодно Нуки туда-сюда Что она только Не говорила Отпустите Там просто Перепутали Этот самый Вагон Поезд был Не белорусский А российский Из московского Поэтому Когда просили Остановить Машиниста В этом месте Он видимо Спартаковский Болельщик Провел Еще два вагона И получилось Что там Где был оркестр А там народ Получилось Что вагон Подогнали Прямо вот Только болельщики Стоят Выходишь Тебя На руки И понесли А там Какая-то еще Женщина выходила Которая превратилась Сразу в бабку У него в свое время Было Четверо собак И знаете Он Не породистых собак Не покупал А брал со двора И дети его брали И в какое-то время У него было четверо собак В квартире Здесь он на Немиге Жил Я как-то спрашиваю Юрий Алексеевич Как вы их гуляете Как вы их гуляете Четверо собак Как вы их гуляете А он говорит Ты знаешь Я их выпускаю На улицу И сам иду домой Отдыхаю Я говорю Как они приходят Говорит Одна на дно Становится И четвертая Звонит Носом в звонок Я говорит Открываю Рассказывал много Рассказывал Что когда ездил В сборную Его поселили С одним тренером Не хочу называть имени Вот И говорит Приходят на шведский стол Тренер набирает себе Завтрак Яичницу Все И тут Вместо майонеза Сгущенку Наливаю И говорит Ты что представляешь Беля Говорит Виду не показал Съел все Поступило предложение В 83 году Только значит Мы собрались После отпуска Ну и Дарья Васильевич Малафеев Говорит Что Поступило предложение Турне по Америке Ну говорит Ребята Я отказался Ну Юра Путышев Сразу говорит Как От Америки Отказался А где мы будем Проводить сборы Что Чего Ну он говорит Поедем в Сухуми Заложим Подздаром Так На сезон Хорошо Потренируемся Физически наберем Кондиции И он такой сидит Я еще помню Тогда Кожаные плащи Такие Были финские Все Он сел так И говорит Пока в Америку Не поедем Тренироваться Не буду Так за голову Сватился Говорит Кока-кола Сэндвичи Бургеры Применял на что А мы Все время В Сухуми На базе Тренировались И говорит Опять эти Алюминиевые ложки Опять волосатые Куры Неделю Я еще не тренировался Потом Пришло Пришло Приглашение Повторное На Июнь Месяц Как раз У нас там Перерыв Между Кругами Был И он Тихонько Подошел К Юрию Говорит Не переживай В июне Поедем Не смотрим Он начал Переодеваться Раздеваться Все Мы Говорим Пудик А что Случилось Говорит Ребята Едем Америку Юрий Пудушев Не только Мог настроить Команду Подбодрить Игроков Тяжелый Момент Еще Он Отличался Особым Видением Футбола Неспроста В чемпионский Год Именно Он Был Капитаном Минского Динамо И пожалуй Самым Лучшим Капитаном В истории Нашего Клуба Ведь Благодаря Юрию Алексеевичу Заиграли Не только Многие Футболисты Но и Состоялись Многие Тренеры Если бы Не он Не его Честь Совесть Которую Он обладал Может быть И у меня Не получилось И мы Вот так Не стали Чемпионами И как Говорят И столько Бы не Появилось Ребят Прекрасных Потому что Все Вот эти Явления Они Происходят Только Тогда Когда Труд Благочестивый Добросовестный Труд Идет На футбольном поле Понимаете В чем дело Только тогда И есть Истинное Стремление К наивысшему Результату А это Тоже Была Одна Из его Заслуг В феврале В январе Мы попадаем Уже В сам Якутск И Занимаемся Каждый Профессионально Своим делом То есть Я Оформляюсь Туда Главным Тренером А Юрий Алексеевич В свои 30 93 39 лет В 39 лет Становится Просто игроком Динамо Якутска Ну вот Вот здесь Я бы Отметил Это Очень Жирной Точкой Что Мое Становление И Моя Уверенность В В том Что я могу Состояться Как тренер Вот она Родилась В Якутске В 93 Году Благодаря Юрию Алексеевичу Пудышу Отличался Во-первых Он все время Был капитаном Так не бывает Мы Как говорят Выбирали Все время Его выбирали Значит Он пользовался Не дешевым Авторитетом А истинным Авторитетом Давали каждому Бумажку Всю команду Дубль Основной Сажали Давали бумажки И написать За кого Ты будешь Голосовать Большинство Которое Это будет И по сути дела Большинство Всегда было За Пудышу Большинство Естественно Вся команда Была В принципе За него Два-три голоса Может за кого-то В основном За него А почему Пудышу А у него был Такой свой Моральный кодекс Который Он не совпадал В некоторых вопросах С моральным кодексом Строителя коммунизма А у него был Свой кодекс Который Действительно Для простого Смертного Это было То что надо А футболисты Они же простые Смертные Они из народа Понимаете И как раз Где-то расслабиться Расслабиться Где-то Юмор Нужен юмор Где-то серьезно Тоже серьезно Но у него все равно Это серьезно Получалось Ну так как будто Понимаете Он Жил Играючи И играл Играючи Вот в нем была Какая-то внешняя Какая-то респектабельность Какая-то Такая Солидность Какая-то И какое-то Вот Ощущение Что он Ну владеет Всеми Вот этими Ну рычагами Общения С С командой Ну там же В общем-то В те годы Там каждый Я представлял Боровский Который играл На чемпионате мира В честь которого Марка выпущен Олейников Боцманов Это же были все личности Уже Это не были просто Ребята Которые мы узнали Только что они есть Играть в футбол умеют И вот на фоне Всех этих ребят Он был капитаном Значит Не зная всех тонкостей Избрания Его на эту должность Значит Тут Мы Вот я сидел на трибуне Думал Что ты Наверное В этом месте У него особенно Что он Возглавляет команду Не только по игре Но и по каким-то Другим своим Качествам Как капитан Мне больше всего Запомнилась наша игра В Киеве Когда мы 1-0 ведем 1-1-2-1 ведем Опять дурной гол То есть Голы пропускали Такие очень Которые Не вытекали Из того Что нас переигрывает Киев Или там Разорвали То есть Такие Случайно дурные Второй гол Опять Из ничего Приходит Там Вообще Игрок Забил ухом Даже не бил И такое Цепенение А он же играл Центрального полузащитника Значит Он прибегает Там Чуть ли не 30 метров Хватает этот мяч Ребята Пошли еще Сейчас забил 3-2 выиграли То есть Вот Причем Там Никогда никому Не пихал Ничего Только У него был такой Потом Бразильцы Бразильцы Давай Бразильцы Я отдыхаю С супругой На юге Кисловодске Всегда ездил Один никогда Не ездил С супругой Кисловодске И вдруг Вижу Юру Курненина С Пудышевым Они приехали Специально Ко мне Поговорили Мы Сделали Коль какие Потом Поправки И через год Стали чемпионами Впервые В истории Советского Чемпионами Страны Стали Динамовцы Из столицы Белоруссии Когда мы Становились Чемпионами Там Мы шли Это был Вось Второй год Киев шел Буквально Тоже выиграл Каждый матч И Пудик Я помню Встал И сказал Что Ребят Давайте Мы должны Стать Чемпионами Все Бытовые Так Сказать С прелести Слабости Все Откидываем И садимся На Жасочайший Режим Такое Было Он даже Выступал Как капитан команды Когда руководство Приезжает Естественно Капитан команды Задает вопросы Какие-то Житейские Бытовые Все вопросы Он оглашал Естественно Где-то Руководство Может Не нравилось Но он просил Не за себя Он просил За ребят Всегда Роль Роль Настолько Была Велика Что Он Не тянул Одеяло На себя Вот Он был Такой Человек Вокруг Создавал Такую Ауру Что К нему Люди Тянулись Он Помогал Но он И спрашивал Да Если ты Что-то Не так Сделал Там Условно То Тебе Доставалось По полной Ну и Защитить Мог Меня в команду Принимали Пригласили Меня Я еще Молодой Был Сколько Мне 17 лет Наверное Было 18 18 И у нас Тоже Перерыв Между Кругами Был И он Меня пригласил На Остров Любви За Славль Ну Саша Прокопенко Алексеечка Саша Ну А я Молодой Поеду Посмотрю Что там Чего Ну Естественно Шашлыки Все Ну Я В сторону Как-то Отошел Там Пока Они Шашлыки Те Жарили Все Прихожу Через Некоторое Время Никого Нет А Как Добраться Нас На катере Привезли А Назад Как Добираться Ну Как раз Рыбак Проплывал На Лодке Начал Кричать Ему Помоги Какая-то Бриллиантовая Рука Ну Подплыл Говорит А что ты здесь Я говорю Да вот сидели Шашлыки Все А меня забыли Я говорю Подвези меня До берега Ну Прихожу Значит Думаю Ну куда идти Зашел В ресторан Заслав А они сидят Увидели меня Хохочут Я говорю Как Вы уплыли Меня забыли А мы Говорит Специально Говорит Доберешься Доплывешь Говорит Тогда будешь В команде играть Все Говорит Принят В команду Надо было воспитывать не только молодежь Но и некоторых Ну Что-то И Сашу Прокопенко И так далее И тому подобное Я думаю Что Из-за того Что рядом был С Малафиром Пудик Так Не было Таких жестких Решений По Прокопу А он еще Как бы Продолжил играть Продолжал играть Динамо И принес Большую пользу Клубу Утро Звонок в дверь Я открываю Стоит Прокопенко Пудышев А я знаю Что нас вызвали 12 часов Собрания То есть там Представители Там Руководство Приезжает И решаем вопрос По Саше Прокопенко И они утром У меня стоят Я говорю Ну проходите Он говорит Оливер Сегодня отчисляем Прокопенко Я говорю Да Собрание 12 часов Как ты думаешь Он нужен Команде Или нет Я говорю Конечно нужен Шампанское есть Есть Наливай Все Саша Команде Лично Со мной был Случай Это когда У меня был Такой период Когда У меня Чуть-чуть Не состоялся Переход В ЦСКА Вот Это был По-моему Олимпиада 80-й год Ну естественно Тогда Как бы Советский Союз Обком партии ЦК Обком партии Беларуси Т.Т. и т.д. Но меня Как бы Не дали перейти И естественно Меня нужно было Прокачать На собрании Вот Ну и Там как бы Приехали Какие-то Руководители Меня Естественно Там Как ты мог Как-то Это Кто из ребят Хочет сказать Ну Стоит в путь Я думаю Его надо простить Молодой парень Ну и В таком плане Он замял Все это дело И как бы И все нормально Харизма Без грубости Нежадный футбол Когда надо Дать передачу На партнера И не жадничать И самому На себя Диалл Не тащить И так далее Вот это честный футбол Йора Играл именно в такое Он был Настолько предан Этой игре Что он Боялся Дискредитировать Своей игрой Может быть Где-то неудачной Именно вот Футбол Все комбинации Все розыгрыши Все Только через него Очень часто Мы вспоминаем Легендарный гол Прокопенко Киевского «Динамо» Но гол-то состоялся Благодаря ПУДШУ Дать тонкую Передачу Во вратарскую Где куча защитников Именуя всех защитников Мяч попадает Прокопенко Который спиной К воротам Замыкать передачу Это же его заслуга Это же Как бы То, что он Соавтор Это безусловно Но это надо было Ювелирно Все это сделать Ему нисколько Нравился Конечный результат А то Как он Создавался Конечный результат Помню мы играли С Зарей Луганской На тракторе И как сейчас модно Говорят Вот игра между линиями То другое И вот он Идет по центру Мяч держит А я играл Правого защитника И два эшелона Защиты Пол защиты И защита Идет И ждет Ну я взял И с фланга Побежал В середину Как раз он мне дал пас Я принял И вторым касанием Забил гол И он забалдел Что Ну он ждал Этого момента Да И потом Кто-то Прочитал его мысль И он от этого Получает удовольствие Он любил Пошутить на футбольном поле Там условно Покуражиться Там Когда команда Там вела 2-0-3-0 При явном преимуществе Он там Мог клик такой Давайте паровозик сделаем Это Когда там 1-2-3 В цепочку Выстраивается Под замах Каблук Следующий под замах Каблук Вот это он мог Устроить Пошутить Но все было Разумно Я был безумно Влюблен в игру Больше всего Одного Советского футболиста Одного Вот он стоял у меня Особняком Это Давид Кипиани Его эстетика футбольная Она меня поражала Я Был в Кипиани Влюблен безумно И вот Свои лучшие игры У Пудышева Лучшие Они где-то напоминали Игру Кипиани Такая Ироничная На полутонах С каким-то изыском С каким-то намеком Вот то, что мне в футболе нравилось Кипиани это делал Блистательно И я говорю Когда лучшие игры Пудышева Они мне напоминали Игру Кипиани Впечатление, что Как бы вот у него Все вот так вот На веселе Проходила Футбольная жизнь На самом деле Это все не так Потому что Большой отрезок Футбольной жизни Он провел в Динамо Под руководством Малафеева Ну а я вам скажу Реально Что у Малафеева Дисциплина была Жесточайшая Там особо не забалуешь И как бы Каждый день Это и давление И пульс И Эдуард Васильевич В глаза любил посмотреть Когда сдавался Поэтому В этом плане Он был достаточно серьезен А когда я был молод Даже я считаю Что у меня Нагрузки были Очень прилично Уровня И когда в 39 лет Уважаемый Юрий Алексеевич Не давался Ни одной поблажки Выполнял все Мои задания А это он делал Еще больше И сознательно Я потом четко Это понимал Потому что Он именно был Профессионалом И он хотел Мне помочь Он был лошадь Он был лошадь Вот я 42-го года Я тоже за счет Играл За счет Работоспособности Больше И он тоже Самый Он столько Отдавал Он столько Терял Он по-моему Терял где-то Килограмма 4-5 За игру Будушев Были Выверены Передачи Какая-то Игра Пяткой Он Каблука По-моему У них была В Динамо Такая штука Нередкая Вот они называли Это вот Даже там Подсказывали Каблуки Понятно что Давай мяч В смысле Давай мне Пяткой Вот Ну Что говорить Он же Если его привлекали Ну Правда не так Обстоятельно Как может Некоторых Его вызывали И в национальную И в молодежную И в олимпийскую Но человек Раз он был Замечаем И Бесковым И другими Великими Советскими Три Значит В этом человек И был Безусловно Талант Футболиста Он уже выходил Один год Через 133 лучших Футболистов Советского Союза Юрий Пудышев Вышел на поле В составе Брестского Динамо Против Борисовского Батэ В 56 лет Это рекорд Чемпионата Беларуси Но свои рекорды Юрий Алексеевич Устанавливал Не для себя Он посвящал Их чемпионскому Составу 82 года Чтобы их Не забывали За полтора месяца До смерти Вот здесь Мы виделись Юрием Алексеевичем Он рассказал Пару веселых Историй Отошел в сторонку И начал разминаться Сказав, что готовится Опять заявиться И сыграть Он не мыслил себя Без футбола До последних дней Он выходил на поле Даже во сне Юрий Алексеевич Я там нашел Себе агента Вы его хорошо знаете И он мне дал добро Все справки Медицинские Это вот звучит Все как Несерьезно Шуточная форма Дальше так Раз-раз Шутка-шутка Вот Ну а я принял ее Потому что я видел В нем В словах Преподнося Это шуточной форме Полная Стопроцентная Серьезность И самое Главное Он горел Горел Чтоб я Поддержал Его И я поддержал Он где-то Недели две Три с нами Тренировался В квадратике Играл там Все Ну то есть Позитивчик такой был Все говорит Готовлись Бразильское тело Ну вот поехали В Ганцевичи Ну и все Там в деревне Собрался Полный стадиончик Все говорит Смотрю Говорит Меняют Смотрю И Алексеевич Выходит Животик Ну правда И так Пару раз Мячишкой Дотронулся То есть Мы знали Что Алексеевич Выйдет Если будет Хороший Ну нормальный Результат То есть Ну он готовился Ну ему как бы Спокойно Он То есть Тренировочный процесс Явно не мешал Где-то еще В квадратике И там Свои финты Крутил Первый раз По-моему Это были Ганцевичи В МТЗ Репо Наверное 56 лет Ему было А самое главное Мы ехали туда Вот как и в футболе Бывает никогда Мы ехали туда Фаворитами Супер Потому что Это же была Любительская команда Вот А оказалось Что мы еле-еле Отскочили И я Я в какой-то мере Опять Веря в него Я рискнул Я уже подробности Ну что он вышел Либо при счете Там 2-2 Или там Вот таком Когда решать Надо было Судьбу И как он Увался И как он Переживал Как он горел На этой скамейке Я видел И я все-таки Это Конечно Если бы мы Проиграли Припудышеве То я думаю Резонанс Мог бы Получиться Очень А он опять Потому что Бог был с ним Вот Его выход Дал нам победу И потом Критические слова Михаила Павловича Юфера Я получал Я от Не выголоса Получил Когда с Брестом Он вышел На Бате Замечание Такое жесткое Юрьевич Что вы тут Устраиваете Клоунаду Я говорю Как Вы поймите Это легенда Народ увидел Что он жив И он еще Умеет И осталось В нем То что Он отдавал Народу Он умеет Играть в футбол Для него Футбол Наверное Это был Образ жизни То есть Он готов был Играть До 60 лет Когда До 60 лет Говорит Ну Говорит Я эти матчи Как бы Присутствовал Там даже Комментировал Нередко Матчи Ветерана Минского Динамо Ну там Будто с Зенитом Со Спартаком Здесь В нашей стране Он не пропускал Ни одного матча Он даже Готовился Он себя готовил Он режимил Он приходил На игру Не ради Того Чтобы Украсить Афишу Своей фамилией Он просто Он просто Сия не мыслил В любом возрасте Без этой игры Постоянно Где-то Встретимся И вот Это Когда мы С тобой Еще пофинтим Допустим Когда-то Уезжаем На Какой-то Матч Да Там Допустим Ветеранский Когда еще могли Там двигаться И Пудик Говорит Так Пудик Ты 15 минут Ты там 10 минут Ты 20 минут Не-не-не Я два тайма По 45 Он был Ненасытный Он 65 Своих Оставался Таким же 20-летним Он хотел В каждой игре Победить Даже вот Когда мы Ветеранами Собирались Он говорит Нет никаких Ничьих Если ничья Объем пеналь То есть Он выходил Чтобы быть победителем Но играл он Действительно Играючий Как-то То есть Не было комплекса Такой Закрепощенности Что-то Самоотдати Нет Он играл в футбол Он понимал в футбол Он до своих Последних дней Я уверен Каждую ночь Снил себя На футбольном поле Я иногда Тоже сню Но это эпизоды А просыпаюсь И получив Где-то во сне Даже удовольствие Что я как будто Играл А потом Раз И просыпаюсь И четко Уже зрело Рассуждаю Подожди Юра А как же В 61 Тут неполный год Ты можешь А так во сне Я уверен Что Пудышев Играл Каждую ночь В футбол Потому что Он ее так и проживал Только футболистом Насколько он любил футбол Он жил Он ждал Эта шанса Он готовился Он выходил на тренировку Он реально Бегал с ребятами Старался там Выжимать Из себя Максимум Худел Специально Чтобы действительно Достойно смотреться А не так чисто выйти И посмеяться Дело в том Для него футбол Был Самый главный Вот он даже Из-за футбола Маму не похоронил Он был за рубежом Да Мы ругались Где-то Спорили Где-то Кто-то кому-то Иногда и не нравился Своими поведениями Или каким-то высказываниями Но все равно Это вот Родное Как будто Одно Один организм И что-то там Какое-то ребро Вытащили из него И все Не хватает И вздохнуть Уже тяжело Это был легендарный человек И действительно Футболу Его будет не хватать Нам всем Будет не хватать Нашего доброго Юрия Алексеевича Но я уверен Что все Кто его знал Будут помнить О нем всегда Помнить легендарного Капитана Футболиста-чемпиона Человека С большой буквы Профессионала Мне всегда нравился Динамо И тех времен И 66-го года И 82-го года И сейчас Динамо мне нравится Нормально все Когда я выходил Здесь вот на стадион Для меня Этот стадион Это реликвия Для меня это все Если ты посвятил Себя футболу То пусть добр Отдай ему все Ну мне хочется Выйти на поле Потому что я этим горю Я этим живу Снятся Финты и снятся Хочу выйти Порадовать народ Чтобы вспомнили 82-й год Ребят Когда я выходил Из раздевалки И здесь 45 тысяч 50 тысяч Ребела наших Любимых болельщиков У меня мурашки Слипокожие Ну попробуй Юра Не побеги Вы знаете Для меня Динамо Это полжизни Может вся жизнь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok